Потому что у нас не при руководстве страны, не при руководстве... Вы немножко не отвечаете на мой вопрос. Я говорю, что если они... Нет идиотов наносить удар по стране НАТО. Просто раздолбим какой-то матери, бишь. Берлин, Мюнхен. Работают они в том числе по нашим тылам, по районам сосредоточения, кассетными боеприпасами. Неприятное, скажу вам, неприятное ощущение. Друзья, всем привет. Наши продолжают давить врага. И тут тяжелые бои на важнейших участках фронта. И хочу показать вам, как российская пропаганда уже ноет. Как обманывает, естественно. Например, рассказывают, что они еще держат оборону в Работино. Если что, мы еще на прошлой неделе освободили это село. Как они тянут резервы на Ореховское направление. Потому что уже там не справляются. И ситуация там у них критичная. Ну и подоляка воет, ноет и воет. О том, что тяжело и на левом берегу Днепра. То есть это в районе Херсона. Ну и, друзья, вот это все вытье и нытье. И, знаете, апофеи этого в их случае конкретно. За то, что они уже говорят, что да, НАТО грозить им там особо нечем с такой-то ситуацией. Так что смотрите. И это важно. Не забудьте подписаться на канал. Лайк, шер, комментарий, подписка. Вы знаете. Что сказать. Украинцы используют достаточно серьезно кассетные боеприпасы. Вот пока я там был, мы несколько раз попадали под обстрелы. Я непосредственно находился в нескольких километрах. То есть не на самой линии соприкосновения. В нескольких километрах у танкистов. Работают они в том числе по нашим тылам, по районам сосредоточения, кассетными боеприпасами. Неприятное, скажу вам, неприятное ощущение. Но, тем не менее, если ты находишься рядом с укрытием, то, в принципе, можно избежать, скажем так, серьезных последствий. Поскольку слышен хлопок, характерный воздух, и есть порядка 5-7 секунд для того, чтобы укрыться. Хочу еще раз обратить внимание командования Министерства обороны Российской Федерации на ситуацию в 205-й бригаде на Херсонском направлении. К сожалению, пока здесь все идет по самому худшему сценарию. Комиссия, которая приехала от Минобороны, по-моему, там даже заместитель министра приехал, пытается свалить вину с виновной головы на невиновные. Таким образом, проблему, к сожалению, не решили. И постоянно повторяющиеся на этом направлении проблемы, начиная со штурма безуспешного и стоящего нам больших потерь моста, Антоновского моста на острове Антоновский, начиная с этого момента, здесь было уже несколько крупных провалов, произошедших как под копилку, по одному и тому же сценарию. А это говорит о том, что проблема, к сожалению, здесь не в одной 205-й бригаде. Но, кстати, и в 205-й бригаде тоже. Я очень надеюсь, что комиссия Министерства обороны Российской Федерации таки наведет там нормальный порядок. Они попытаются в очередной раз замести мусор, который был вылез под сукно. Не получится. На дворе 21-й лет. Я внимательно слежу за развитием ситуации. Повторяю, я очень не хочу выносить это все в публику. Но, к сожалению, вы не оставили мне другого выбора. Потому что у нас не в руководстве страны, не в руководстве... Вы немножко не отвечаете на мой вопрос. Я говорю, что если они... В Министерстве нет идиотов наносить удар по стране НАТО. Ну хорошо, ответили так. Для каких-то демаршей, да, это будет... Просто я формулировал вопрос так, что если они... И теперь все эти недобитые эсэсовцы что-то рассуждают. Таурус хотите дать ракеты? Да давайте Таурус и Шмаурус. Мы просто раздолбим к какой-то матери ваш Берлин. Мюнхен, Нюрнберг и всякие прочие города. Хотите посмотреть, как горит Донецк? Будете смотреть, как горит Берлин, сволочи. Вы думаете, это шутки что ли вам? Вы из себя пацифистов корюжите? Христианская вера? Какая у тебя, вице-канцлера Германии, страны, где ЛГБТ правит, может быть христианская вера? Нет, что они получают медикаменты, что они едут туда лечиться, что у них там польские военные советники. Но Польша, она как бы не считает. Как сказано в прекрасном фильме «Законопослушный гражданин», не важно, что мы знаем, важно, что мы можем доказать. У Путина какие-то свои личные отношения с Эрдоганом. С моей точки зрения, Эрдоган нас отжимает в рамках этих личных отношений как может. Но, наверное, у действующего российского президента своя картина гораздо более широкая. Но страх-то в другом. И страх, и юмор одновременно. Вот мы же много говорили, в том числе и в этой студии, о том, что у нас происходит стремительная украинизация Европы. И она произошла. Вот сейчас, если не смотреть на какие-то там языковые формы, то очень легко спутать, ну, так чисто в русском переводе, к сожалению, мы их всех в лицо знаем. А если не знать еще в лицо, вот европейского и украинского политика, можно запросто перепутать. И поскольку момент наступил, когда Работина, находящаяся в низине, фактически перестала существовать, и как населенный пункт, и как укреп район, потому что его нет, его срыли по факту. И в этом случае Работина вдруг стала взятым украинцами. В качестве доказательства вывесили флаг над каким-то домом, который там через полчаса снарядом сбили. Но периодически они туда завозят народ, идет непрерывная, так сказать, вот эта вот, утилизация его. В большом количестве даже плохо знают русский язык автоматы. Ну, как-то стремно. В октябре 22-го года это закончилось стрельбой на Белгородском полигоне. Там убили 10 человек и 15 ранили. Два человека, уроженца Таджикистана. А вот отправить их устанавливать зубы дракона, рыть окопы, укрепы строить и прочие военные сооружения, то, что передали специалисты. Очень важно сегодня противостоять вот этим ублюдкам и паразитам. Расчехлить все их связи с хохлами, с этими сомнительными структурами, которые в свое время Пригожин наделал, и со всем остальным. Понять, откуда у них деньги. Все ли из того, что приходит к ним, доходит до фронта. Потому что я не очень верю в то, что когда кто-то из них объявляет срочный сбор и за день набирает несколько десятков миллионов, что это просто вдруг берут и доброходные граждане по 100 рублей присылают, у них такие деньги складываются. А кто на самом деле эти деньги присылает? И что стоит за этим, за всем? Я понимаю, они периодически разворачивают кампании травли. И против журналистов, и против канала Соловьев Лайв. Меня пытались они затравить, вот этот ублюдок Сопаньков. Это он же придумал вот эту ахинею, вернее, он ее в интернете нашел, что я русленник Суркова, что моего брата в Германии поместье 50 гектаров. Да-да, вот эту шутку про поместье в 50 гектаров мы в свое время и запустили. Терлит русский при фронтовой бетон. То есть все равно они считают, что двигаются в сторону Токмака условно. Да, медленно. То, что они считают, я даже не хочу обсуждать. Но есть ли минимальные какие-то территории, которые были отбиты. И это они считают плацдармом. Они ждут все больше и больше оружия. И вы, пожалуйста, не верьте, что что-то Украины, что-то заканчивается. Это просто пытается вас замаливать, чтобы вы не обращали внимания. Мы ни во что не верим. Ведь на сегодня, если мы говорим про Работину, что там тяжелая ситуация, она там уже два с лишним месяца тяжелая. И как бы там она тяжелая ни была, оборону-то мы держим. Держим. И даже если где-то в Работино, где-то чуть-чуть просядут, это никак не повлияет на устойчивость обороны. Надо, я вам так откровенно скажу, от Работино-то ничего не осталось практически. Там руины одни. Там нет ничего уже. Нет поселка как такового. Сегодня была попытка переплыть Днепр опять.